Десногорск Начался набор детей в детские сады Десногорска. Открытие российско-белорусского слета казачьей молодежи. Сегодня, 19 августа, православные отмечают преображение Господня, один из 12 главных церковных праздников. В народе известный также, как Яблочный Спас, он же Второй Спас, он же Спас на горе. Это традиционный праздник христиан. Люди уверены, что именно после этого дня начинается осень, так как становится холоднее и часто идут дожди. На Руси яблоко считалось символом материального благополучия, а также женского начала. В главном храме и в церквях Десногорска прошли службы и молебны, а также освящение плодов. 36 гектаров заброшенной земли на территории Десногорска, которые принадлежат Минобороне, вскоре будут переданы городскому округу. А это значит, что более полусотни многодетных семей, проживающих в нашем городе, смогут получить бесплатные участки под индивидуальное строительство жилья. В Десногорске приступили к ремонту дорог. На участках возле храма всех скорбящих радостей и дороги, ведущие на дачные участки, уже начали снимать асфальтовое покрытие и готовятся положить новое. Уважаемые автовладельцы, если вы спешите, ищите пути объезда. 18 августа в администрации города прошло совместное заседание комиссий по социальным вопросам, по вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и депутатской этики. Какие вопросы обсуждали, вы узнаете из репортажа. Депутаты рассмотрели четыре вопроса. Первым был отчет временно исполняющего обязанности начальника отдела МВД по городу Десногорску Юрия Гришина о деятельности полиции за первое полугодие. Отчет решили вынести на очередную сессию. Также был рассмотрен вопрос о кандидатах для размещения на доску почета и о награждении благодарственными письмами Десногорского городского совета. Торжественное вручение наград пройдет во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города 10 сентября. Все желающие могут внести свои предложения по проведению в школах единого экзамена. На официальном портале ЕГЭ стартовало голосование. Все предложения эксперты проанализируют и внесут поправки. Своё мнение можно выразить до 23 августа. А между тем, Роспотребнадзор утвердил расписание ЕГЭ на следующий год. Основной этап пройдет с 26 мая по 30 июня. 14 августа на базе отдыха «Прудок» прошел открытый чемпионат и первенство Рословского района по часовому бегу. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов из Рословля, Десногорска, Смоленска. Представители нашего города одержали победу в следующих категориях. Среди мужчин на втором месте Виталий Чванов с результатом 17 километров 350 метров. А среди ветераном на третьем месте оказался Олег Титов с результатом 14 километров 305 метров. Август – это не только месяц подготовки школьников к новому учебному году, но и время, когда малыши впервые отправляются в детский сад. Сколько детей предположительно пойдет в этом году в детские дошкольные учреждения Десногорска, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Прием в детские дошкольные учреждения нашего города осуществляется на основании списка детей. Родители после рождения малыша сразу становятся на очередь в администрации. В этом году предварительная комплектация наборных групп на данный момент в полном разгаре. В этом году мы планируем принять в детские сады 273 ребенка. И по результатам комплектования они будут все зачислены в детские сады. Мы открываем в этом году 12 групп для детей в возрасте от 2 до 3 лет. Это дети 2014 года рождения. И 5 групп для самых маленьких воспитанников, для детей 2015 года рождения. Те дети, которым исполнилось год и 6 месяцев. В некоторых детских садах группы уже открылись и осуществляют набор. В группу раннего возраста на данный момент посещают 8-10 детей. Планируем набрать 20 детей. Малышей, которые должны пойти в этом году в детские сады, сотрудники комитета по образованию ждут до 1 октября. Если родители решили еще не отдавать ребенка, то он автоматически возвращается в свою очередь. А на его освободившееся место в набор идет следующий по списку малыш. Новые группы для детей от 3 лет открываться не будут, так как в Десногорских садах много свободных мест. Мошенник развел Смоленина на 450 тысяч рублей. Житель Смоленска хотел купить автомобиль, нашел объявление о продаже иномарки в интернете. Однако после перечисления предоплаты продавец исчез. По факту мошенничества ведется проверка. Тонну мясной продукции сотрудники Россельхознадзора вернули белорусскому производителю за неправильную транспортировку товара. Колбасные изделия привезли в нашу страну на транспорте без холодильника и без ветеринарно-спроводительных документов. 17 августа в поселке Озерный прошло торжественное перезахоронение останков 215 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в Духовщинском районе. Они были найдены и подняты во время международной поисковой вахты. В Смоленске прошел российско-белорусский слет казачьей молодежи. Его участники – представители патриотических клубов и движений из разных регионов России и соседней Беларуси. Участники слета обсудили проблемы патриотического воспитания и обменялись опытом работы. Данный проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и укрепление культурных и исторических традиций молодежи России и Беларуси. Отличительной чертой данного слета является то, что в нем участвуют воспитанники детского центра «Вишенки» и других социальных учреждений. В этой системе каждый из ребят сможет реализовать себя в разных направлениях работы патриотического слета. Перед юными зрителями, гостями из соседнего государства и представителями казачества выступил с музыкальным номером детский танцевальный коллектив. Представители казачества показали выставку огнестрельного оружия. Ребята из конноспортивной школы познакомили гостей и юных участников слета со своими питомцами, а также показали умение уверенно держаться в седле и навыке управления лошадью. Кульминацией торжественного открытия слета стало выступление бойцов ОМОНа. Сотрудники спецподразделения продемонстрировали приемы рукопашного боя, а также комплекс упражнений как с холодным, так и с огнестрельным оружием. В регионе продолжается профилактическое мероприятие «Пешеход». За четыре дня сотрудники ГИБДД выявили 396 нарушений. Водители в 147 случаях не пропустили пешеходов. А пешеходы нарушили правило 249 раз. 25 августа в Сафоновской колонии будут учиться спасать заложников. В масштабных учениях будут задействованы все силовые ведомства региона. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydefis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова